На приконце листопада Витебская Державная в Училище Олимпийского резерва отзначать 40-годовый юбилей. За этот час одна из старейших спортивных установ часов СССР пройшла в велизарный шлях, школа-интерната до кузня Олимпийских кадров. Зараз тут можно жить, тренироваться, отдохнуть и проводить с поборницей. На передней круглой даты наши корреспонденты завитали в Училище и доведались, как у спортсмена нужно уметь и одваживаться. Тема протягивает Сергей Мисурагин. В далеком 1979 году звычайная школа для сирот была реорганизована в школу-интернат спортивного профиля. Тогда и тут развивались агучатыры виды спорта. Теперь тут открыты 14 отделений у позимних и летних видах, на которых занимаются боль за 200 выхованцев. Они проходят вельми щильный и жорсткий отбор. Сталку робят на перспективных юнаковых девчат, кто показывает высокие выники на областных, республиканских и международных стартах. Кабы раскрыть потенциал молодых дарований и вывести спортсменов на якосно новые узоры вне развития, Витебская училища Олимпийского резерва володае усім необходимым. Одно из немногих учреждений в республике, которое позволяет одновременно размещать детей, то бишь у нас здесь живут общежития 140 детей, им учиться в школе, питаться, и большая часть вида спорта тренируется прямо на месте у нас же здесь, на Шмарева, в 44. Ровно 40 годов с момента заснования улучшилище працует заслуженный тренер Республики Беларусь по легкой атлетации Александр Головнев. За этот час он не раз упевнил, потребовал и загадывал своим шматликим вахованцам переодоливать собе и показывать максимум, на что сдатное. Шматликие медали, сдобытые на европейских и сосветных спортивных формах, своя особливая удержанность спортсменов своему наставнику. Конечно, приятные вспоминания. Молодость, когда вся прошла здесь, все друзья были, все ученики, и мы сейчас встречаемся, постоянно с ними мне звонят, приезжаем в гости друг к другу. Так что, ну, самое лучшее вспоминание, что может быть человеком, а пройденные этапы жизни. Все лето 32 спортсмены в училище Олимпийского резерва выступали на международных споборництвах и завоевали 8 узнагород. Царе от их и переможца чемпионата Европы У-20 у штурха Недра Олег Томашевич. Кажется, что прогрессировать пошел, когда поступил в спортивную установку и тропил до опытного наставника. В нас в сборах мне здесь очень сильно понравилось. И за два года мы достижение 5 место на чемпионате мира среди юниоров, 2 место среди молодежи У-23 и чемпион Европы среди юниоров. Другий год в училище выучиться и тренируется и шматборка Полина Подлужная. Легкая атлетка уже примусила конкуренток лечиться с ее на республиканской арене и мараць об выступлении на международной. В училище я стала немного сильнее. С тренером я поднялась на высший уровень, стала чемпионкой республики Беларусь. И хочу добиться больших результатов, хочу большой спорт. Урочистые мероприемства с нагодой 40-го года в училище пройдуть у Витебску 27 листопада. У святошного вечера проймуть отдел ветераны, дейючие спортсмены, просторники спортивных федераций и мясцовых улад. Сергей Мисурахин, Александр Рындин, Новины, Витебск.